Homo Liberadilius или «Хорошо, а почему вас там нет?» Майк Логиш в чате Народной дипломатии за 7 июля 2021 года. Как сделать себе хорошо, о родине гадко знает любой либерадрил еще в состоянии зародыша. Почему не спрашивайте, не знаю. Эти прыщавые в юноши, с горящими от просмотра лукосов на своих постах, на дорогущих айфонах, винят во всех своих бедах родину, а если совсем честно, то и гаранта ее главу. Ну да, он лично виноват во всем, а то как же. У Валерки 12-й айфон, а у меня только 11-й, полный непорядок, надо искать. Не-не-не, невозможность подзаработать на новый девайс, который ему родаки совсем недавно подарили, бесплатно, то есть даром. На предков оттягивать чревато, могут и в Гешпанию не отправить на каникулы. А что там по этому поводу говорит международное право? Позырим в интернете. А тут Навальный. Что-что он сказал? Беру, заверните двух, луч трех. Правила разведения Навальнят до неприличия просты. Заменить. Ах, какую гадкую родину эфемерной землей обетованной. Кем не спрашивайте? Спросите у тех, кто старается свои стандарты подогнать под заморские. А чё, там хорошо, там полностью бесплатный вай, в смысле фай. Илон Свет Маск разогнал интернет до неприличных скоростей, обещал каждому плохишу. Не, не бочки с вареньем, не корзины с печеньем, а место под солнцем, но на луне. Серые мозгами? Там хорошо. А почему вас там нет? Там, где понятие душа заменено понятием задница. Прикрой мой зад. Тащи свой зад сюда. Не дай своей заднице раскинуть. Хех, наверное, поэтому и думаете. С задницей. Так проще. Настоящий навольненок, тупой навольненок. Истину, которую я откровенно сказать, подсмотрел у своего братана, кота Костяна. Этакая прыщавая навольнешка стала грудью. Обеими. Размер не имеет значения. На защиту невинно почти убиенного новичком Леши. Почему я пошла на митинг в поддержку режиссера фильма «Нехилая кремлевская резиденция Навального». Многие просто не понимают Алексея. Он и единственный, кто сможет внедрить демократию в этой стране. Да и вообще. Тут миль пардон не от себя тина, а прямо и коротко по тексту. Во всем виноваты мужчины, все войны из-за них. И если бы я была президентом, упаси бог, я бы истребила всех мужчин. А девочки бы спали только с девочками, чтобы у них рождались только девочки. Чего? Срочно вызовите дурку или Дарвина. Лучше с Мичуриным. Не мне. Мне 100 грамм и пару огурцов. Это не потомки Ломоносова. Или пусть Суворова. Не наследники русской культуры. Это наследники либерадрильной эгегейской культуры, где нет ни мозгов, а особенно пола. Пол один. Гендер Икс. Поколение потреблятства. Ни души, ни сердца, ни мозгов. Таким, что хочешь, напоешь и делай с ними, что хочешь. Чтобы они таскали за Лешу жареные пирожки из микроволновки. Что происходит снаружи, их не волнует. Знают паразиты, что многие отвалившие от России братские страны вошли в затяжной эпике. И тут Санта-Клаус с мешком демократии из-за угла. Как Чипс Дейлом. Спешить на помощь. Каждому вид на жительство. В земле обетованной. И подгон под калибр НАТО. Отчего на Россию и не тявкнуть ради вкусняшки от хозяина. Но помутить чистую ее воду. Или дружить против нее. И туда лезут наши самоделкины либерадрилы. Позор джунглям. Себя в зеркале не видят. А вот как. Нече на зеркало пенять, коли рожа крива. Картинка маслом. Хозяин в окружении своих вассалов, Мосик, тоже начинает верить в то, что раздавая всем конфеты, он хозяин всей планеты. Самогипноз крепчает, но табаки подвывают. Хозяин нюх на чужое потерял. От слов совсем. То нас санкции пугают, дескать полностью раздавят. На эту санкцию мы свою сверху положили. Санкции. Ледящие людишки. Бог вам судья. Вы, мать свою, решили в рабство продать. Стыда нет. Совести нет. Про мозги молчу. Люди понятливые поймут, что их тоже совсем нет. Карабас-барабас теперь вашим театром рулить будет. Как хочет и сколько захочет. Мальвина будет мальчиком с голубыми волосами. Пьюро будет изображать того, к которому не пришли с демократией. Артемон наемника из ЧВК. А почему это вам не нравится? Хотел-ка, раз хотела. Тогда если там хорошо, то почему вас там нет? Если бы кто ранее сказал, что русские писатели были провидцами, я бы не поверил. Нас так просто не покорить. С нами Бог. С нами души русских воинов. Именно души, а не другое. Культура это душа народа. Миллионы вас, нас тьмы и тьмы и тьмы. Попробуйте сразиться с нами. Да, ватамы. Да, кремлебуты мы. С решительными, гордыми очами. Майк Логеш в чате народной дипломатии. Хомо либер... Либерадриллиус. Или хорошо, а почему вас там нет?